Культура Культура Александр Кисмиджи начал свою карьеру на Первом Крымском канале, еще будучи студентом. Своё появление в греческой редакции он называет случайным. Понадобился человек со знанием греческого языка. Собственно, по этой причине я сюда и попал. Здесь были замечательные журналисты. Это была Алики Политедис и была Маргарита Папандопула. И вот с Маргаритой Папандопула я проработал вместе много лет. Вот, скажем так, душа в душу мы проработали здесь. Ну, а потом уже я перешел на наше греческое радио. Вот уже более 10 лет Олегу, так его называют коллеги и друзья, усердно работает над тем, чтобы сделать крымское радио не только информационным, но и интересным. За все годы у нас было огромное количество проектов и огромное количество форум существования нашей греческой редакции. Сейчас у нас выходит программа пятиминутная на ФМ, посвященная событиям греческой диаспоры, Крыма и нашей культуры, каких-то наших памятных дат. И, кроме того, на проводном радио у нас две передачи довольно обширные, по 20 минут, тоже посвященные как новостям нашей культуры, так и остальным событиям и в истории греков Крыма, и также событиям современным. И даже событиям в Греции, которые происходят, но имеют к нам непосредственное отношение. Принципиальным для автора является освещение не только самых громких новостей или событий в нашей истории. Я не беру в сферу своего внимания события, о которых все равно наш слушатель узнает из центральных средств, скажем так, массовой информации или из новостей. Беру зачастую не самые основные новости, не самые громкие, но, наверное, самые все-таки значимые, характерные и интересные для греков Крыма. Так стараюсь подходить. Помимо греческих передач, у Александра Кисмиджи масса других проектов, не менее важных для всех крымчан. Один из самых любимых и интересных – это сказки народов Крыма. Много лет мы занимаемся сказками. Раньше просто все наши редакторы сами по себе, сам на сам, тихо в уголочке читали эти сказки. С недавних пор наше руководство решило, что сказки должны стать многоголосыми, сказки должны заиграть. Не знаю, насколько они заиграли на данный момент, об этом судить нашему радиослушателю, но мы пока удовлетворены результатом и, главное, прогрессом. То есть, как наши сотрудники здесь собираются, те, кто может, а кто не может, те получают необходимые навыки и начитывают эти детские сказки. А наша национальная редакция задействует Таврический национальный университет, или КФУ, как он называется теперь. Приходят оттуда студенты, которые занимаются там, в театральной студии, они нам помогают с этими сказками. Это весело. В 2014 году Александр получил всероссийское признание и первое место за лучшую программу о великих полководцах в конкурсе «Слава России». Мы взяли на межрегиональном конкурсе первое место с проектом, который я делаю вне греческой редакции, но, тем не менее, это наша общая история, общекрымская история, да и не только общекрымская. Называется программа «Воспоминания о будущем». Название придумал тоже мой коллега Рушан Пелосян. Какие-то события нашего прошлого, которые, возможно, когда-нибудь повторятся. И вот для того, чтобы, скажем, как можно скорее повторились приятные вещи, и для того, чтобы жуткие какие-то события в нашей истории не повторились больше никогда, мы вспоминаем. Александр не только талантливый профессионал в своем деле. Для многих своих коллег он стал настоящим другом. Я с ним работаю над греческими передачами. Ну, как со специалистом, очень легко, материал всегда отслушанный, уже у него дома приносит. Все быстро делаем, никаких вопросов. Как человек он веселый, артистичный, общительный, очень легкий на подъем. Ну, наверное, как все творческие натуры, он таким и должен быть. Участвует в наших мероприятиях разных. То есть, если там где-то Дед Мороз или ведущий на каком-то празднике, конферасе, без проблем. Очень много лет я его уже знаю. Знаю как человека положительного, очень интересного, веселого, очень артистичный человек. За помощью можно обратиться в любое время, и никогда он не откажет. Давно с ним работаем, и поэтому я довольна и его работой, и его программами. Жизнь Александрики Смиджи многогранна. Помимо работы на Крымском радио, у него масса других увлечений. По словам журналиста, огромный вклад в становление его как личности сыграли его самые близкие люди – его родители. Поэтесса София Юрьева степлом вспоминает детские годы своего сына. Сразу скажу, что был послушный. У меня два сына. Они очень дружили. У них были одни интересы. С детства любили читать. У меня проблем никаких не было. Они меня понимали с полуслова. И я считаю, что по сей день это так у меня с сыновьями. Как родился, так я и горжусь. Что одним сыном, что другим. Но вот бывает так, что не было проблем. И тву-тву-тву, чтобы и в дальнейшем таких не было. Родители мои очень мудрые люди. Очень интеллигентные люди. Мама – учитель русского языка и литературы. И вот под этим ореолом прошла моя жизнь. И, слава богу, проходит до сих пор, потому что она и меня, и брата заставляла писать диктанты. Она всегда говорила, как так тройка по русскому языку? Как может быть? И она садилась и заставляла нас писать. Конечно же, это волшебные люди. Я им очень благодарен. И я, разумеется, очень-очень их люблю. Вопрос, по какой дороге идти по жизни, куда поступать, волнует каждого родителя. И, естественно, на выбор будущей профессии Александра подтолкнул мудрый совет отца. Я хотел историком стать. Я хотел поступить на исторический факультет нашего университета. Но папа был в свое время против. Он сказал, ты на жизнь этим не заработаешь. Это сказал мой папа, у которого целый ряд книг по истории. Но, тем не менее, у него была такая железная воля, чтобы я шел осваивать какую-то профессию, которая позволит мне не умереть с голоду. Александр Кесмиджи поступил на факультет иностранной филологии, где овладел греческим и английским языками, которые успешно применил в дальнейшей своей профессиональной деятельности. Но впоследствии у Олега появился и второй диплом. Уже потом, по собственному желанию, я поступил на театральное, на режиссуру драмтеатра, на заочное отделение. Почему это сделал? Наверное, потому что я очень много лет играл в театре. Сейчас, в принципе, театральная жизнь продолжается, так или иначе, потому что я вот сейчас веду театральную студию в Таврическом национальном университете. Там отличные ребята, с которыми мы сейчас работаем и делаем постановку. СОФИЯ ГЕЛОСОВ СОФИЯ ГЕЛОСОВ По словам Софии Георгиевны, у ее сына есть еще одно хобби – туризм и путешествие. СОФИЯ ГЕЛОСОВ СОФИЯ ГЕЛОСОВ СОФИЯ ГЕЛОСОВ СОФИЯ ГЕЛОСОВ Самое же дорогое в жизни Александра Кисмиджи – это его сын Панайот. У него такой подход к любому, не только ребенку, и к взрослому. Он, как говорят, коммуникабельный. Он с любым находит общий язык – с чужим ли, со своим ли. И вот эта педагогическая струнка в нем от природы. Он прекрасный учитель, он прекрасный воспитатель, и поэтому сыну очень интересно с ним. Я советую всем родителям, я сам этому только учусь, я советую приглядываться к детям. В каждом ребенке огромное количество способностей, и в каждом ребенке сокрыто немало сокровищ настоящих. Нужно вовремя заметить и не лениться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемые греки-крымчане, в связи с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития, необходимо собрать самые полные сведения о греческих семьях, проживающих в Крыму, для помощи в решении актуальных вопросов. Если вы являетесь представителем нашей великой нации, или же кто-то из ваших предков были греки, убедительно просим заявить о себе. Для этого вам необходимо обратиться в региональную национально-культурную автономию греков Республики Крым Таврида по адресу Город Симферополь, улица 51-й армии, 60А Справки по телефону 0652-572-807 и плюс 7978-798-8337 Электронная почта Таврида, Краймия, Собака, Мейл.ру